Хорошая зима Ты еще не привык что ли? Я не хочу привыкать, я хочу ходить по этому городу, смотреть на эти дома, узнавать их историю, историю их жильцов, удивляться, восхищаться и быть счастливым. Сегодня я нахожусь на улице, которая раньше называлась Перовская. Хочу обратить ваше внимание на вот этот очень необычный дом. Но знаете почему необычный? Потому что раньше здесь располагалась церковь, а потом этот дом отдали великому грузинскому композитору, которого звали Мелитон Баланчевадзе. Вот мемориальная доска, которая говорит о том, кто жил в этом доме. Но не случайно я сегодня вспоминаю об этом человеке, потому что ровно 110 лет назад в Петрограде, в Петербурге тогда, у Мелитона Баланчевадзе родился сын, которого назвали Георгий. Вот тот самый легендарный Жорж Баланчин, который изменил историю американского, да, наверное, и, можно сказать, мирового балета. Так вот, Мелитон Баланчевадзе, он первое время жил в России, причем был достаточно своеобразным человеком. Однажды он купил лотерейный билет, и когда дом вообще не стало денег, то этот самый лотерейный билет, он пошел и вернулся, сказал, ну дайте мне хотя бы деньги за стоимость этого самого билета. Ему деньги вернули, и возвращаясь домой, Мелитон Баланчевадзе увидел газету, в которой был напечатан розыгрыш, итоги розыгрыша, и увидел, что именно на его билет, который он только что отдал, выпадал самый большой приз, 100 тысяч рублей. Он не растерялся, вернулся в сберегательный банк и сказал, знаете что, ну не так плохие у меня дела, верните, пожалуйста, мне этот билет, все-таки память какая-то будет. Ему вернули этот билет, и семья разбогатела. Правда, распорядились они выигрышем достаточно своеобразно, он деньги вложил в тигельный завод и купил лошадь. И вот однажды, когда эта лошадь была экипажей, в этом экипаже сидел Мелитон Баланчевадзе, его жена Мария Васильева, его дети, ехала по Петрограду, она вдруг начала танцевать, когда услышала музыку. Оказалось, что это была лошадь, которую продали, списали из цирка и продали Мелитону Баланчевадзе. Он, конечно, был предприниматель такой, горе предприниматель, но композитор, конечно же, был великий и был великий отец, потому что он подарил миру двоих великих сыновей. Но история Георгия Баланчевадзе, который с легкой руки Дягилева стал Жоржем Баланчевадзе, она известна, а вот история родного брата Георгия, Андрея Баланчевадзе, известна недостаточно. И мне очень обидно, потому что, когда я оказался в гостях у сына Андрея Баланчевадзе, Джорджа, к сожалению, два года назад его не стало. И вот знаете, когда я приехал в его дом, это на улице Павлова, здесь тоже в Тбилиси, я ожидал, что на доме будет мемориальная доска, что вот в этом доме жил великий грузинский композитор Андрей Баланчевадзе. Никакой доски не было, и только на двери в квартиру висела табличка на двух языках А.М. Баланчевадзе, и по-грузински тоже было написано это имя. Судьба двух братьев сложилась совершенно по-разному. Баланчин уехал в Америку и создал американский балет, а Андрей остался в Грузии и, собственно, создал, наверное, балет грузинский, потому что вот этот легендарный балет «Сердце гор» с вахтангом Чебукиани, ну это, конечно, было украшение не только грузинской сцены, это вообще было украшение, наверное, сцены тоже, можно сказать, мировой. Встреча братьев состоялась тоже вот здесь, в Тбилиси, в 62-м году. Они 40 лет не виделись. Но встреча, правда, прошла очень хорошо, несмотря на то, что была совсем разная жизнь у братьев, они сумели сохранить дружбу и дружили до последнего дня Жоржа Баланчина, он умер в 83-м году и всегда вспоминали отца. Мелитон Баланчевадзе умер в 37-м году, он похоронен в Кутаисе на горе Баграта, и даже Жорж Баланчин, когда вернулся, не вернулся, а приехал с выступлениями в Советский Союз, он, конечно же, приехал и в Тбилиси, здесь тоже был спектакль, так вот он говорил о том, что когда поступал как-то неверно, то всегда вспоминал отца. И чувствовал его какой-то такой немой укор, и сразу же изменял свое поведение и делал так, как должно. Так вот, когда Баланчин в 62-м году приехал сюда, в Тбилиси, то трупе американского балета был дан выходной, и два брата отправились в Кутаисе, навестили могилу отца, отдали ему дань памяти. И мне сегодня, в день юбилея старшего сына Жоржа Баланчина, хочется вспомнить об этих людях.